так лучше будем на вопросы отвечать уралвагонзавод готовят продать подешевле вполне возможно сегодня тоже мы это обсуждали передавайте приветы пишут передаем мне кажется наоборот у нас сегодня слишком много приветов анекдотов стишков у нас еще есть загашники несколько стишков ваших по этому поводу кстати пишут шойгу потомок чингисхана ну как каждый двухсотый человек на земле потомок чингисхана по официальным данным так что шойгу как это может оказаться не парадоксально может ему не быть да вот как раз шойгу может ему не оказаться пишет наш соратник антон приветствует нас говорит что нас поддерживает задает вопрос если место в будущих событиях для молодых людей не имеющих большого опыта в каких-либо областях но желающих научиться и поучаствовать вот как раз для них там самое большое количество мест потому что те которые где-то имеют опыт и не совсем молодые они уже как-то все как помнишь в оливийском дневнике гевара писал что там до 42 лет лучший партизан до 42 лет а потом все очень плохо там надо на камнях спать почки болят там туда-сюда уже это мощь половая система не тает и все такое прочее поэтому конечно нужна молодежь и все это и делается для молодежи для для нас то уж вот вот сидят напротив молодые люди вот это для них а нам что тут уж осталось так на одну затяжку может быть 5 11 отгулять так по полной и все и я вспоминаю цитату если я не ошибаюсь товарищи гевары но возможно это не он первый придумал статус заключается в том что гораздо лучше если чиновникам будет мало имеет не имеющий опыта но имеющий стремление человек чем опытный вор опытный врун и опытный бюрократ да на личном опыте он подтвердил как да и это очень много людей подтвердило на личном опыте в общем-то и в разных странах и даже в россии что удивительно ты видел видео где два бусурмана и саратов поломать русского парня называют его нацистом что ты об этом думаешь прокомментирую что значит ничего не знаю не видел я расслышь так спрашивают обгоним ли норвегию после 5 1117 туча обгоним ли норвегия но это сложный вопрос вообще мы не ставим целью обогнать норвегию во первых у нас гораздо большая территория да и посмотря по каким показателям но мы ставим целью чтобы по крайней мере народ то здесь не хуже жил и политическую систему конечно хотим другую безусловно то есть я думаю что в конце концов придем что норвегии что ему к одному и тому же ну все человечество придет к одному и тому же то есть на первоначальном этапе к прямой демократии конечно достаточно странный вопрос тем тем временем может ли быть такое что строящиеся стадионы я так понимаю к чемпионат мира 2018 года тюрьму да давно уже угадал в качестве концлагерей как это делал когда-то пиночет на своих стадионах для концлагерей можно было бы и что-то другое придумать поэтому с точки зрения вот нам это использовать мы думали об этом не скроют думали они я думаю навряд ли об этом думали а мы об этом думали но это какой-то мягко говоря безумно дорогой это будет рекорд наверное самый дорогой концлагерь в мире ну что делать мы вот для таких для таких на такие вещи мы денег не будем жалеть эти твари даже в самых дорогих концлагерях будут сидеть ну нет но если а если без шутки конечно в россии вот открытому стадионе не очень то посидишься зимой у нас холодно поэтому мест гораздо можно больше найти тем более что большая часть о мечтатель мальцев но украшу хорошее название ленин тоже был кремлевским мечтателем если мы помним все начинается с мечты все с мечты начинается я думаю это очень хорошее название спасибо спрашивает каковы будут ваши действия если путин уйдет в конце сентября ну не сам ну посмотрим кто один уйдет другие придут но наши действия будут весьма активны конечно то есть наша задача не упустить мы говорили об этом так мы не про конец сентября мы про февраль говорили у нас есть предположение что феврале может могут случиться события которые катапультируют путина и придет к власти некое временное правительство в главе с Вячеславом Викторовичем там и так далее это мы как бы мониторим и есть такая большая опасность и в общем-то это ну серьезная опасность и нам это будет очень серьезный удар под дых потому что сложно будет что-то с теми которые а вот мы тут новые мы ничего не делали мы тут вообще молодцы поэтому и путина не любили всегда я с ним боролись мы это об этом думаем и как-то готовимся к этому тоже от национализма до конспирологии один шаг любой националист в итоге приходит к мысли о не буду называть от слова следе сионистском заговоре комитете 300 и прочей конспирологии согласны не согласен а почему нет мы может к такому идеи конспирологическим каким-то не приходим то есть мы видим что мир более многообразен поэтому я думаю что не все так просто не все просто но и в общем то мы помним исторических личностей до которые называли себя националистами в том числе европейских националистов в том числе сегодня мы вспоминали но к сожалению в плохом свете вспоминали деголя шарль деголя он был националистом и он разве как когда-то говорил про какие-то сионистские заговоры комитет 300 пожалуйста мы можем вспомнить ататюрка да мы этого с унисена можем вспомнить которые были реальными националистами которые заявляли о своем национализме но учет давным среди них мало там конспирологии и тем более такого нашли да то есть они были реалистами спрашивает адольф гитлер и сталин это антиподы или братья по общим интересам ну я очень уважаю такой предмет как диалектику да а тут борьба и единство противоположностей единство и борьба с точки зрения диалектики как раз они едины и находятся в борьбе и сталин и и гитлер поэтому то есть мне кажется а вот без одного не могло быть другого как и сталин наверное был бы не тот если бы рано или поздно получилось бы что-то не очень хорошее с ним потому что уже посмотрите вот до военный период сталина это абсолютно другой сталин чем военный период и послевоенный это разные люди фактически также и гитлер тоже как-то вот вот эта фигура сталина наличие вообще на мировой шахматной доске на такой фигуры как сталин приводила его и именно к тем действием который он и совершил оба абсолютно другим путем пошел если бы не было сталина если не был советского союза поэтому весь единство и борьба противоположности это однозначно многие очень многие спрашивают как относитесь к пиуновой лада русь хотя бы в двух словах неплохо отношусь нормально причем вот наш большой товарищ олег связывался с адвокатом пиуновой и заявил о том что я подтверждаю что если она захочет участвовать вот в телемосту там в дебатах как угодно можно назвать мы предоставим ей эфир чтобы она могла рассказать о том что происходит потому что у нее постоянно там проводит обыски стреляют собак и так далее то есть бесчинствует совершенно нам заявили что она сейчас скрывается и поэтому в общем не может она себя таким образом рассекретить хотя как ты рассекретишь это там через какие-то каналы выйдешь по skype и в течение 20 минут что-то там наговоришь я думаю что никаких проблем но в любом случае она наша сторонница соратница я имею ввиду с идеологической точки зрения я уж не знаю как она лично к нам относится но в общем то мы наверное позитивных не относимся в числах не рухнет ли экономика из-за экономической амнистии из-за экономической амнистии которую проводит путин и которую будем проводить вы нет наоборот как же экономическая амнистия наоборот усиливает экономику они обрушивают и прощение долгов усиливает и сбрасывает кандалы поэтому мы можем на японию посмотреть до которой после войны три раза долги все прощал только в россии россии только при путине да и не только при путине прощать долги кому угодно негром азиатам кому хочешь только свою никому не прощает ни копеечки не простили а путинская экономическая амнистия а путинская экономическая амнистия начали она реально что ли это же смешно то есть это это просто декларация он почему-то думал что он сейчас такую амнистию объявит и тут все бросятся с деньгами с мешками забегать в россию все ну ладно и чего кто нить воспользовался этой амнистии никто не воспользоваться на фига нужно предложение вячеслав давайте определим карту городов которые вас смотрят плюс регионы таким образом вы будете знать да и не только вы где вас смотрят в принципе интересная мысль просто карта анонимная то есть не какие-то там отметки на там с номерами телефонов и так далее то есть человек заходит на эту карту и может поставить галочку откуда он нас смотрит анонимно опять-таки да и мы можем посмотреть сколько человек из какого города смотрят мне кажется хорошая мысль мы наверно подумаем над этим и человек который это написал он из нерехты и мой такой отдельный личный большой привет городу нерехты я там был и был там по работе и очень долго не мог запомнить название этого города почему-то казалось очень сложным и у меня но заключалась работа моя в том что нужно было звонить по одному телефону и называть этот город и я периодически звонил забывал название вот просто на убой забывал название этого города и говорил но в этой вне христи вне христиан хожусь вот и люди уже привыкли и понимали что если были вне христи значит в нерехте большой привет вам мальчик что будет 0 100 06 16 года 217 лет со дня рождения александр сергеевич пушкин как я понимаю да ну чё еще имеется ввиду что три шестерки но двадцать шестого 06 16 тоже будет три шестерки вообще очень часто и 2006 даже поэтому три шестерки очень часто бывает еще будет канун канун моего дня рождения автор тоже приятно поэтому я не думаю что будь что-то экстраординарное такое так уже тогда мы заканчиваем да и просим вас регистрируйтесь на сайте волна перемен что вот скептиков по сравнить и чтобы мы могли победить регистрируйтесь на этом вконтакте как группа называется не группа это страница называется она за вячеслава мальцева в ссылках к этому видеоролику есть ссылка на нашу страницу сегодня в том числе мы передавали приветы и вопросы от людей которые в том числе писали туда это не значит что нужно всем писать туда потому что к сожалению мы тогда просто не будем успевать всех читать и в конец так скажем я заготовил очередное стихотворение от нашего соратника александра я лучше стану сатанистом изгоем психом анархистом уйду в запой и буду фаталистом чем стану продажным пути не стом и у нас есть еще и канал 2 о котором мы сегодня не говорили канал называется безумная грета там есть нарезки с нашими эфирами и канал замечательным подходит для людей которые может быть нас пока еще не смотрят то есть вы можете отправлять вот эти нарезки своим друзьям родственникам которые может быть не готовы там двухчасовой эфир смотреть да там самые такие хорошие как раз нарезки и вы можете в общем то их отправлять и у нас менялись реквизиты будьте внимательны все новые реквизиты в описании под видео спасибо до новой исторической эпохи осталось пятьсот тридцать три дня и час еще времени спасибо что вы нас смотрите до свидания спасибо до свидания до свидания спасибо Продолжение следует...